Семинарное заседание Создание такого центра много и давно говорили, в частности, мы там настаивали на этом, и этот процесс идет очень как-то не быстро. А угрозы-то, о которых мы говорили выше, они мутируют со страшной скоростью, и на самом деле такие центры, конечно, они категорически, просто катастрофически необходимы стране. Они созданы уже во всех странах мира, крупных. Я знаю, что в Китае, например, такой центр был создан еще в 2002 году, когда мы туда ездили, и более того, все антивирусные вендоры должны были проходить сертификацию в этом центре и должны были подписаться, работать с этим центром на поставку туда информации. То есть просто так работать в Китае без сотрудничества с этим центром невозможно. Вот какую-то такую систему надо установить у нас, то есть мы опаздываем минимум на 10 лет. Но, опять же, я пока не знаю, что будет создано, ведь дьявол-то в деталях, поэтому очень хотелось бы вот дальнейшее развитие какое-то здесь услышать, чтобы рассказали все-таки, как это будет работать, какие обязательства возникнут у организаций, какие там задачи поставят перед ними с одной стороны, и как государство сможет помочь им. Потому что ясно, что сами там организации все не вытянуть, да, то есть вот, ну вот, есть несколько таких интересных тематик, которые, мне кажется, должны получить развитие. Это и целевые атаки, это и борьба с мошенничеством основной для банков, то, что является бичом, да, и с чем пока непонятно, как бороться. Есть внутренние угрозы, которым тоже надо бороться, и даже трудно здесь сказать, что важнее. Я думаю, что здесь каждое предприятие должно само для себя определять приоритеты, да, то есть строить модель угроз в соответствии с тем, что они думают. Ну и регуляторы, регуляторные акты должны им в этом помогать, чтобы они не изобретали велосипед, а все-таки делали в соответствии с практиками. Пожелание у меня, конечно, продуктивно поработать, выработать какие-то конкретные рекомендации, которые были бы полезны как банкам, так и компаниям-поставщикам. Но мы представляем поставщика, да, понятно, для нас тоже было бы хорошо иметь какие-то направляющие, согласно которым мы могли бы лучше готовить свои решения, лучше там подготавливать их или лучше затачивать под нужды банка. Вот, мне кажется, все от этого выкроют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!